Ванга Всем привет! Наверняка вы слышали о такой болгарской слепой провидице, как Ванга. В свое время люди ходили к ней просто толпами. Но, как вы знаете, Ванга уже давно умерла. Зато благодаря импортозамещению у нас появилась собственная слепая провидица. Так сказать, Ванга-заменитель. Конкретно я имею в виду Бабу Нину, которая также является слепой провидицей, только отечественного производства. С вами, как обычно, Петрикостин, и мы начинаем. В 2014 году на первом мистическом телеканале ТВ3 выходит потрясающий сериал про слепую провидицу по имени Баба Нина. По заверениям создателей, ее сравнивают с Вангой. Она живет уединенно в глуши и не любит говорить о себе. Но тем, кто к ней приходит, она всегда с радостью помогает. Ведь знает, что у человека что-то не так, потому что видит. Но видит не его одежду и не его прическу, а его судьбу. В общем, с понтом Зонтон слепая бабка из глуши не афиширует своих способностей и своего адреса. Но народ, тем не менее, к ней ходит толпами и она всем помогает. Но самое главное, что роль Бабы Нины в сериале исполняет сама провидица. Да-да, не удивляйтесь! По крайней мере, именно эту информацию нам пытаются втереть ТВ-тришники. Кроме того, ни в титрах, ни на сайтах не указана роль Бабы Нины. Просто потрясающе! Телевизионщики позвали сняться настоящую провидицу. И несмотря на то, что ТВ-три не является каким-то приоритетным каналом для зрителей, люди узнали о Бабе Нине и многие стали реально искать эту ясновидящую, чтобы она им помогла решить их проблемы. Ведь это не какой-то напыщенный экстрасенс, а православная бабуля из глубинки, которой не нужна слава. И, видимо, Баба Нина узнала, что люди к ней тянутся, поэтому решила забасать свой сайт, благодаря которому сможет принимать клиентов удаленно. Ой, то есть нуждающихся, каких клиентов, господи. Лично же она никого не принимает. Но есть одно но. Чтобы бабуля исцелила вас от недуга, ушатала вашу порчу или наградила вас удачей, вам нужно пообщаться с ее внучкой Аннушкой, которая также фигурирует в сериале. Аня это типа продюсер или менеджер Бабы Нины. Она работает с клиентами, принимает оплату и решает вопросы, прежде чем вы сможете получить удаленную помощь от старой ведьмы. Ой, то есть от старой леди. Но вот есть одна проблема. Так как к бабуле ежедневно обращается ту его хучу народу, то всем она физически не может помочь. Поэтому эта сельская мафия решила брать тысячу рублей с клиента, чтобы гарантированно ему помогать. Ну а нищеброды пусть идут нахер. Это ведь в сериале все так хорошо и бесплатно, но жизнь-то это не сериал. И казалось бы, хрен бы с ней с этой тысячей, ведь если Рашин Ванга поможет, то я еще больше ей переведу, но только есть одна загвоздка. Оказывается, сайт-то не единственный. Их много и причем все официальные. Прям официальные некуда. И везде их держит та самая решала Аня, которой приходится родной внучкой бабуле. И везде вы можете связаться с ясновидящей через ватсап. Помимо оказания жизненно важных удаленных услуг, баба Нина также приторговывает магическими амулетами, которые настолько сука мощные, что принесут вам удачу, любовь, богатство, устранение проблем и все, что обычно принято желать на день рождения. Цена вопроса также всего тысячи рублей. Разве тысячи рублей-то много? За здоровье, удачу, богатство, любовь и так далее. Ну ладно, пошутили и хватит. Включили серьезные щи и поехали разбирать все по полочкам. Суть проста, никакой бабы Нины не существует. Да ладно, да ладно! Несмотря на всю загадочность и утверждения ТВ-тришников, это простой фейк, созданный лишь для того, чтобы доверчивые люди пускали слюни на этот сериал, веря в реальность чудесного персонажа. Особенно смешно смотрится репортаж со съемок, где косплеер Шеванги говорит журналисту валить отсюда, и что ему не нужна ее помощь. К ней по сюжету сериала все обращаются только по имени, кому предсказывает судьбу, кому помогает решить личные проблемы. И в сериале она играет саму себя. Во время коротких перерывов успевает принимать посетителей. Здравствуйте, программа «Юкс-версия». Можно вам пару вопросов задать? Вам не нужна моя помощь. Уходите, я не даю интервью. А вот от общения с прессой ведунья категорически отказывается. Оскар женщине. Срочно Оскар. Ну и как я говорил раньше, нигде не указано, кто играет саму Бабу Нину, так как имеется в виду, что ясновидящая реальна, и она играет саму себя. Но, как говорится, хер там плавал. Актрису, сыгравшую Бабу Нину, зовут на самом деле Ирина Кравченко, и она на самом деле является инвалидом по зрению. Но, в отличие от своего персонажа, зрение потеряно не полностью. Правда, это настолько ничтожный процент, что для маломальской нормальной жизни его все равно недостаточно. Кстати, обратите внимание, глаза у актрисы выглядят довольно хорошо, несмотря на то, что она слепая. Хотя, по легенде, еще в детстве, будучи ясновидящей, бросили раскаленные угли в глаза. Отчего, собственно, она и ослепла. Сомневаюсь, что после такой травмы глаза бы так хорошо выглядели. Ирина Кравченко является действующей актрисой театра «Внутреннее зрение», где все актеры являются незрячими, ну или практически слепыми. Внучка Аня, естественно, также ненастоящая. Ее роль играет актриса Елена Митюкова. Я понятия не имею, кто это, так как не смотрел ни одной ее работы. Но давайте попробуем связаться с бабулей Лохотрулей и, конечно же, с ее внученькой. Что же они нам скажут? Только надо придумать какую-нибудь левую легенду. Пусть это будет, например, 30-летняя Оксана Шевцова, которая не может забеременеть от любимого человека уже 7 долгих лет и которая боится, что тот ее бросит. Специально под это дело создадим почтовый ящик. Ну что ж, остается только ждать, когда секретутка русской ванги, то бишь Анютка, ответит нам и заломит цену за сверхъестественную помощь. Буквально 3 минуты спустя я получил письмо с первого сайта. Надо же, как все-таки оперативной работает Анютка. Отличный секретарь получился. Так, и что же она нам пишет? Здравствуйте, я Аня. Прошу вас писать мне обращение на WhatsApp в связи с тем, что мою почту неоднократно хотят взломать зложелатели. И я не могу вам тут отвечать. Поймите нас с бабушкой Ниной правильно, пожалуйста, и извините за принесенные вам неудобства. Но я же тебе свой номер оставил. Что ты мне сама не напишешь в WhatsApp? Эх, зря я тебя похвалил. Но как бы вы не хотели поговорить с ясновидящей по телефону или скайпу, вам будет отказано. Вся связь идет исключительно через мессенджеры. Исключительно в печатном варианте. Предлагаю вам посмотреть ролик одной отчаявшейся девушки, которая повелась на всю эту дичь. Здравствуйте, Союз магов России. Хочу пожаловаться на мошенницу, которая выдает себя за известную, ну, как не актрису, известную целительницу, слепую бабу Нину, а также ее подельницу Аннушку. Ответили опять прислать фотографию, дату рождения, и как бы немножко погодя ответили, что нужно на мою ситуацию закупать вельдийские свечи, троксанит от арен, ну, а травы как будто бы у них еще есть. Или же я сама могу все купить и отправить им по почте, но идти будет очень долго, от недели до месяца. Ну, а какой человек будет терпеть столько времени, если ситуация подгоняет? Ну, вот, поэтому я им сказала, что давайте я вам отправлю деньги, а вы сами все купите. Ну, вот, она предложила, что она все может купить, на следующий день сходить в город и все это привезти, и бабушка быстро сделает обряд, все узнает, разузнает, и в течение маленького промежутка времени мне уже будет ответ, что же с моей ситуацией происходит. Я им отправила деньги на карту 5106-2180-3884-3579, мастер-карт Тинькофф-банка. Вот. На что они сказали, что давайте свяжемся на следующий день 16.00 по Москве. То есть изначально с нее взяли деньги за свечи и другие предметы для проведения специального ритуала, а потом все-таки перезванивают, чтобы бабуля лично поговорила с клиентом. Но, как бы это странно ни казалось, говорит действительно баба Нина, причем именно та из сериала. И, конечно же, не стоит обольщаться. Просто лохотронщики нарезали различных фраз из сериала и вставляют разговор, чтобы у лоха не возникло сомнений в правдивости этой ясновидящей. Блин, в реальном времени прошло уже более трех часов, а Аннушка все еще не ответила Оксане в ватсапе. Зря я все-таки похвалил ее за оперативность, такая тормознутая баба, но зато на почту пришел, наконец, ответ от второй Аннушки. Видимо, это Аннушка из параллельной вселенной. От меня она хочет, чтобы я выслал ей свое фото, дату рождения, а также имя при рождении. Конечно, можно взять левое фото из Яндекс.Картинок, но вдруг эти лохотронщики прохаваны и начнут пробивать фото по картинкам. Зайдем в ВК и найдем какую-нибудь 35-летнюю Оксану Шевцову, чтобы не палиться. Остается только ждать, когда незрячая целительница выйдет на связь. Лишь на следующий день одна из Аннушек мне ответила и начала расспрашивать про то, есть ли у меня вообще дети. Но потом снова испарилась и больше ничего мне не отвечала. И пока я веду данную запись, до сих пор от нее ответа больше не поступало. Кстати, Аннушка номер два мне ответила на следующий день и сказала, что бабушка Нина готова провести обряд на беременность. Но для этого нужны такие материалы, как Тардзинский огонь, Бермлит, Корень Семерии и, конечно же, Шкура с жопи дракона, мистер Сумкин. Стоит все это удовольствие 3650 рублей. При этом сама бабуля ничего себе не берет за оказание услуг. А деньги нужно перевести Аннушке, чтобы она все купила. Вот так легко можно лишиться трех с половиной тысяч рублей. Точно так же развели и ту женщину, у которой были проблемы со здоровьем сына. Но, в принципе, тут и не нужно быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, что Рашин Ванга это не более чем образ для сериала. Но многие же действительно верят в эту чушь и несут последние деньги. А то и вовсе берут кредиты, чтобы ясновидящая им помогла. Наверняка вы знаете, что так же происходило и в случае с экстрасенсами. Но если экстрасенсов продвигает телеканал ТНТ, то Баба Нин распространилась посредством телеканала ТВ-3. Конечно, многие, мол, скажут, ТВ-3 это тут при чем? Они же не пиарят Баба Нину и ее услуги, а всего лишь снимают сериал. Да вот они херашечки. ТВ-3шники всем толдычат, что это не актриса, а реальная Баба Нина, которая помогает людям. И никакой информации о том, что это актриса, от них не поступало. И именно из-за этой инфы расплодилось такое огромное количество лохотронщиков, представляющихся Бабой Ниной и ее внучкой Аннушкой. Поэтому именно ТВ-3, как никто другой, виноват в распространении мошенничества по этой теме. Сейчас бы какую-нибудь умную мысль сказать, типа не ведитесь на этот лохотрон, но вы и так все прекрасно знаете, что это полное говно. Другое дело, что зачастую рассудок людей настолько помотнен их проблемами, например, если дело касается здоровья их ребенка, что они готовы поверить во все, что угодно, лишь бы ребенок был жив-здоров. Именно поэтому мошенников-целителей, ведунов, магов всех уровней, ведьм и даже инств-врачей я ненавижу больше всего. Даже больше, чем финансовых лохотронщиков, инфо-цыган и прочих шушеру, которые обещают сделать вас богатыми. Потому что эти мрази давят на самое больное. Это животные, которые недостойны жить, они недостойны дышать, они недостойны находиться на территории любой страны. Блин, вы только гляньте, в перезалитых сериях сериала на ютубе есть ссылка на очередной официальный сайт Бабы Нины, а в комментариях люди на полном серьезе хотят ее найти, чтобы она им помогла. Причем точно такая же ситуация и в других видео, и на других сайтах. Это я специально для тех негодующих, которые пишут в комментариях, мол, кто вообще может клюнуть на этот фейк? Да дохрена и больше, кто клюет. Бизнес только растет. Зато теперь весь интернет запланировала рекламу этой Бабы Нины, а точнее ее гороскопы, амулеты и, конечно же, услуги по исцелению и ясновидению. Так что, господа телевизионщики, поздравляю, вы постарались на славу. Вот уроды. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Не верьте, баба Нина существует. Субтитры создавал DimaTorzok